Шалом, ребятишки! Меня хочется спрашивать о том, как я делаю свои видео, и я решил запустить шоу, где я научу вас всем этим заниматься, а также дам вам советы по развитию канала, и расскажу вам об ошибках, которые совершал я, и ни в коем случае не надо совершать вам. В первом видео я хочу рассказать вам о том, как рисовать вот эти замечательные, в скобочках нет, болы. Расскажу вам, как совершать свою технику рисования, и вы будете рисовать 100% лучше, чем будет это вот убожество, или не убожество, смотря кому как. Итак, давайте же начнем все-таки. В первом видео надо нарисовать круг. Давайте это сделаем. Ну, если вы хотите делать круглые болы, тогда рисуем, естественно, круг. Конечно, я люблю, когда контуры пожирнее, например, вот такие. Чтобы сделать ровный круг, мы зажимаем Shift, и просто рисуем, он максимально ровный. Ну, я, конечно, не фанат, так сказать, таких кругов, поэтому давайте-ка сейчас мы возьмем мой уже готовый круг, который не очень ровный, типа псевдоканон. Я вернусь, когда его возьмем. Так, сейчас объясню вам, как делается тень под болом. Задьем слой под нашим болом, и делаем эллипс, так сказать. Рисуем. Ну, я думаю, такого размера хватит, но вы уже сами подстраиваете под себя размер. И закрашиваем его. Потом два раза по слою, и выбираем непрозрачность. Ну, думаю, на 80 вполне себе, так сказать, хватит. Вы сделали уже тень под болом. Осталось сделать тень на самом, так сказать, боле. Сейчас объясню, как это делается. Для начала, давайте, внутри бола выделим область, и полностью закрасим ее черным. Отличненько. После берем, так сказать, стерочку, ставим размер там 900, нет, маловато будет, 1200 хватит. Жесткость на минимум, и, думаю, где-нибудь или вот тут, или вот тут надо будет раз-два тыкнуть. Давайте, раз. Ничего не получилось. А знаете почему? Потому что надо выделить область. Так, берем шестерочку, жесткость на минимум. Давайте, раз, два. Думаю, двух раз вполне себе хватит. А хотя, я думаю, одного все-таки будет достаточно. Ну, если что, добавим еще один. Теперь нам надо сделать флаг. Сейчас. Отличненько. Берем наш флаг, я буду рисовать Россию. Потому что, в основном, это видео даже смотрят русские. Ну, белорусы, украинцы. Ну, ладно, сделаем в России какая разница. Все-таки не об этом тема сейчас у нас. Я сделал тут еще один, так сказать, бол, уже, так сказать, не каноничный. Ну, это тоже не канон, скорее, псевдоканон. Так, создаем между нашим болом и тенью слой. И вставляем сюда наш флаг. Наш стях. Белосыны червоны. Не знаю, почему я начал говорить на белорусском. Но это не страшно. Итак, потом выбираем наш слой с контуром. Выбираем палочку. И где мы тут тыкаем? И потом переходим вот сюда. И вуаля, у нас получается бол. Здесь то же самое. Давайте сейчас сделаем. Так. Не знаю, кому как. Мне, конечно, больше нравится псевдоканон и канон. Но в каноне я рукожоп. А псевдоканон самое то. Не, ну, конечно, можно и в неканоне делать достаточно красиво. Но это как-то по рукожопному, мне кажется, выглядит. Или я рукожоп. Или, я не знаю. Вот это более-менее нормально. Итак, мы научились рисовать болы. Давайте. До новых встреч. В следующем видео мы научимся рисовать что? Рисовать, думаю, предметы. Или глаза. Там как пойдет. Итак, всем спасибо. Всем пока. Также я забыл сказать о том, что все эти болы, что такое, что такое, будут по ссылке в описании, я их выложу на Яндекс.Диск. Если лень рисовать, можете сами скачать. Все. А теперь точно всем пока.